МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Страсбурге стартовала осенняя сессия ПАСЕ. На этот раз ассамблея сосредоточит свои усилия на преодолении внутренних проблем. В частности, депутаты дискутируют о внесении определенных регламентных изменений. Как это касается Украины? Об этом в материале. Сессия под знаком кризиса. Санкции против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе рассорили Совет Европы. Депутатов РФ лишили права голоса и возможности быть избранными на руководящие должности. Делегаты перестали участвовать в работе ПАСЕ. Но при этом Россия осталась в Комитете министров. Чтобы решить проблему, специально временно созданный Комитет подготовил доклад по этому вопросу. Дискуссия длится в рамках адхок Комитета Ассамблеи уже два года. И это просто частичная финализация той реформы, которая проходила в рамках этого адхок Комитета. Этот доклад, который будет рассматриваться, рассматривался уже у нас на Комитете, я являюсь членом регламентного Комитета, сохраняет за Ассамблеи возможность и право не принимать полномочия отдельных делегаций по политическим мотивам. Документ в случае принятия усложнит процедуру наложения санкций на национальные делегации и позволит голосовать всем без исключения странам в Совете Европы за ключевые должности. В тексте ни слова о России, но нововведения будут касаться и РФ, если она в следующем году подаст заявку на участие в ПАСЕ. В Кулуэрах говорят о потребности в российском финансировании. В прошлом году Москва урезала свои взносы, а это примерно 30 миллионов евро в год. Сторонники подготовленного доклада трактуют его иначе. Один из них голландец Синикокс. Единственное, что изменится, это предоставление национальным делегациям право голоса при выборе кандидатов на ключевые позиции в Совете Европы. Мы не можем запретить, например, Украине, Нидерландам, Дании, России участвовать в таком голосовании. Это вне наших полномочий. И это уже на совести России. Представлять своих делегатов или нет. Но пока Россия слушать критику не хочет. Главное требование делегации РФ для возвращения в ПАСЕ – полностью снять все ограничения. Дебаты о внесении регламентных извинений планируют провести завтра. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности – телеканал Интер. Более десяти раз боевики на Донбассе нарушали режим прекращения огня. Двое военных получили ранения. Неспокойная ситуация в районе Крымского, Екатериновки, Троицкого, Водяного и Лебединского. Нет полного затиши и возле Авдеевской промзоны. Все подробности расскажет Игорь Левенок. Два-три пулемета их них работает постоянно. Гранатометчики работают, АГСы работают, снайпера под шум работают. Авдеевская промзона – место, где тихо не бывает никогда. Разве что днем, когда работают только вражеские снайперы. Отработал я только. Начал уходить, и мне пробили дверь отлива. Это снайпер. Тяжелый, крупный. 12,7-14,5. Армейцы рассказывают, в стане врага очередная ротация. Прибыло слишком уж рьяное пополнение. Довольно часто приходится успокаивать противника, потому что начинает бить из всех калибров. Опять же, они хотят походу нас то ли обстрелять, то ли посмотреть, чем и как мы ведем бой, какая у нас манера ведения огня. Военные говорят, очень часто оккупанты используют станковые автоматические гранатометы. Они стреляют очередями, небольшие гранаты летят кучно, накрывают определенную территорию, нередко разрываются в окопах. Разлет осколков и осколочные ранения, они самые коварные. То есть он накрывает площадью, и в принципе, если где-то, например, перемещается лично состав по траншеям, то может зацепить, скажем так. Раненых бойцов с передовой вывозят военные медики. От скорости зависит жизнь солдата. Неподалеку от Авдеевской промки мы видим вот такую картину. Валерий Белый – водитель военной неотложки. Мужчину часто можно увидеть на гироборте. Так называется это чудо техники. Работает от аккумулятора. Один Мерседес обиделся на меня, что я его обогнал, когда он потихоньку ехал. Он обогнал меня и подрезал. И спрашивает, что это за фигня. Ну, я сказал, что это экологически чистый транспорт. Этот транспорт Валерию подарил сын. Теперь это помогает ему по службе. Может двигаться со скоростью 20 км в час. Аккумулятора хватает на 30 км. Ехал с другого подразделения. А на встречу ехал командующий. Он был очень удивлен. Оказалось, что он приятно был делом. Остановился, приподнял очки. Посмотрел, говорит, нормально. Опустил очки, машина поехала дальше. А еще по тревоге на этих колесах Валерий быстро добирается до гаража, где стоит его машина, когда каждая дополнительная секунда может спасти чью-то жизнь. С Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Дмитрий Раскольников, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Украинского политзаключенного Романа Сущенко этапировали из московского СИЗО к месту отбывания наказания. Об этом в фейсбуке сообщил общественный защитник Марк Фейгин. Я напомню, Сущенко, который работал корреспондентом Украинформы во Франции, арестовали 30 сентября прошлого года в Москве, куда он приехал по личным делам. Его обвинили в шпионаже. В июне этого года приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко своей вины не признает, но, по словам Фейгина, готов написать прошение о помиловании, если это будет необходимо для обмена. Россия может вмешаться в избирательную кампанию в Украине. Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с новыми членами Центральной избирательной комиссии. Глава государства призвал членов ЦИК работать эффективнее, особенно если Москва попытается расшатать ситуацию. Президент подчеркнул важность ближайших выборов в Украине и выразил уверенность в том, что голосование пройдет честно и демократично. Напомню, весной 2019 года в Украине пройдут выборы президента, а осенью – Верховной Рады. Я надеюсь на вашу эффективную работу, чтобы мы имели надзвичайно эффективные средства против действий, чтобы защитить выбор украинского народа. Я уверен в том, что будущие выборы будут очень высококонкурентными, что, собственно говоря, мы и добывалися. Честность, прозорость, равность возможностей в участии в выборчих процессах. Полная соответственность международным европейским стандартам накладают на членов Центральной избирательной комиссии додатковую ответственность. Мы приветствуем обновление состава ЦИК, однако обеспокоены вмешательством в избирательные процессы путем кибератак. С моей точки зрения, новая ЦИК сможет стать моделью реформ, если выборы пройдут честно, свободно и безопасно. Укроборон передал украинской армии 3,5 тысячи единиц артиллерийской, морской и авиационной техники. 2 тысячи из них – современное вооружение. Об этом президент Петр Порошенко написал в Фейсбуке. В частности, военные получили противотанковые комплексы «Корсар», «Стугнобарьер», ракеты к ним, пехотные огнеметы и системы противовоздушной обороны. Продолжение резонансного дела о нападении на одесского активиста Олега Михайлика. Апелляционный суд сегодня решал, можно ли выпустить из-под стражи Торняке Герасима. Гражданина Грузии подозревают в покушении на жизнь. О результатах узнаем от Андрея Анастасова. По версии следствия, на Олега Михайлика покушались трое граждан Грузии. Один из них – Торняке Герасим. В тот вечер, когда в активиста стреляли, мобильные телефоны иностранцев засветились примерно в то же время и том же районе. В прокуратуре это называют одним из главных доказательств их причастности к нападению. Мы считаем, что нами установлено рух автомобиля, на котором рухался Герасим Торняке и его сотрудники. Мы считаем, что нами установлено, где они следовали за Михайликом. Все эти предположения адвокаты считают необоснованными. На период расследования просят смягчить меру пресечения Герасима. Дескать, он – инвалид первой группы, парализован, обслуживать себя не может. А значит, пребывание его в СИЗО сродни пыткам. Для того, чтобы сходить до туалета, ему необходимо поставить катет. Для этого необходимы специалисты, которые умеют это делать, и которых в условиях следовательного изолятора на сегодняшний день нет. У судей много вопросов к следователю. Во-первых, каков был мотив покушения? Это пока неизвестно. Во-вторых, как же Герасим мог участвовать в нападении, если даже руками двигать не способен? На данный момент мы не говорим про то, что конкретно Торняке стрелял. Но мы говорим про то, что на данный час руководил деями других участников криминального правопорушения. Сам Торняке Герасим через переводчика заявляет, ни в чем не виноват, и жалуется на условия пребывания в СИЗО. Практически пытками меня там убивают. Прошу учесть моё физическое состояние и отпустить домой. В итоге суд оставляет подозреваемого в СИЗО. В ответ на это он и его близкие осыпают прокурора нецензурной бранью. Что касается остальных подозреваемых, Лаши Герасима и Манучара Варшанидзе, то их апелляции суд рассмотрит послезавтра. Напомню, нападение на Олега Михайлика было совершено в ночь на 23 сентября. Неизвестные расстреляли активиста возле его дома. Олег получил ранение в область плеча и грудной клетки. Пуля чудом не задела сердце. Сейчас Михайлик проходит курс лечения дома. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. В Хмельницкой области массовое отравление детей в детском саду. На больничные койки попали 30 малышей. В ситуацию вмешалась полиция. Что стало причиной отравления, узнаем у Снежаной Сидорук. Инфекционное отделение в Нитешине переполнено. Каждый день привозят новых пациентов. Все детки поступали, и взрослые поступали в среднюю степень важности. Высокая температура всех без вынятков. Фибрильная температура. Всех практически боль в животе. Ксения с дочкой в больнице уже пятый день. Женщина говорит о том, что ребенку стало плохо, узнала от воспитателей. Позвонили. Сказали забрать ребенка, потому что у нее очень болит живот. Сказали, что она плачет от боли. И температура была 37,4 или 37,5. В первую больницу попали воспитатели трое детей. Симптомы у них появились еще в прошлый четверг. На следующий день доставили еще 18. Сейчас госпитализированы 7 взрослых и 30 малышей от 3 до 6 лет. Все воспитанники детского сада «Радука». Сразу после вспышки инфекции его закрыли. Акцент двух лабораторий «Найбель» был на представителях «Харшоблоку». Забрали продукты «Харшувание». Забрали воду для исследования. Проведено также взято понад 120 было с мебель, с посудом, с мебель, с одягом. В детсаду генеральная уборка. Пока нет детей, здесь стирают постельное белье, моют мебель, дезинфицируют игрушки. На данный час все игрушки обработаны хлорантоином, перемытки, высушены. Ну и на дальний час мы проводим дезинфекцию в группе. Результаты проведеної переверки встановили порушения вимог законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества продуктов. Не на все продукты были сопроводливающие документы, то есть товаротранскурсные накладные. В полиции открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных норм. По предварительным данным, причина отравления – сальмонелла. Мы еще продолжим обслеживать контактных детей. И, возможно, выявится их как хвори, так и носиев. За данными бактериологической лаборатории медической частины, у 17 хворих детей выявили сальмонеллу энтеридидис. Как инфекция попала в детский сад, была ли она в продуктах, или кто-то из работников является носителем, еще устанавливают. Снежана Сидорук, Николай Васильев, подробности телеканал «Интер», Хмельницкая область. И очередная вспышка кори в Прикарпатии, в селе Петранко. Заболели более 20% учеников местной школы. Пришлось ввести карантин. Все подробности у моих коллег. Школа в селе Петранко не работает. Ее закрыли еще на прошлой неделе, из-за вспышки кори. Пока до 16 октября. С диагнозом кори уже более полусотни детей. Шестерых отправили в районную больницу. У остальных легкая форма, лечатся амбулаторно. Может, что поодинокие какие-то будут, выпадки. Но, слава Богу, уже нет такого массового, как было до ТП. В Петранку корь могла прийти из соседнего Калужского района, предполагают в амбулатории. Несколько месяцев назад там зафиксировали вспышку этого заболевания. Причем большинство инфицированных в селе были привиты. Поэтому не исключают, что проблема в вакцине. Может быть, было бы, но порушение холодного режима у нас не было. Потому что мы получаем в районную лекарь до півгодини, мы с района привозим вакцину сюда и ставим в холодильник. Но есть такие моменты, от светла, иногда нет, что и в районную звони, то же сварюйся. В инфекционном отделении райбольницы с диагнозом кори есть и одна беременная женщина. Рассказывать что-то подробнее врачи не хотят. Не захотел разъяснить ситуацию заместитель главврача больницы. Узнав о нашем приезде, он закрылся в кабинете. А когда нам все же удалось его найти, обвинил во всем журналистов. Возможно, общаться с нами заместитель главврача не захотел из-за приезда начальства. С самого утра в больнице работает комиссия Минздрава. Выясняют причины вспышки кори. По данным лабораторного центра, инфекция начала стремительно распространяться практически по всей области. Всего количество больных уже превышает 3000 человек. Есть и смертельный случай. От кори умерла жительница села Лесная Тарновица. Андрей Кровец, Жанна Дудчак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Вернуть долги по зарплатам на госпредприятиях требуют в парламентском комитете по вопросам соцполитики. Об этом заявила исполняющая обязанности главы этого органа. По словам Каплина, из-за махинации с зарплатами предприятия не платят обязательный страховой взнос в пенсионный фонд. Из-за этого фонд не может в полной мере выплачивать субсидии. Нардеп убежден, что решить эту проблему можно в течение нескольких недель. Я подпишу заявление на генерального прокурора и руководителя службы безопасности Украины. По каждому руководству предприятия дает затримки зарплатной платности. Если вы не можете платить зарплату, закрывайте к чертовой матери предприятию. И будьте на байт этого предприятия, что еще сучасное, которое может действительно платить людям зарплатную плату. Если есть вина государства и конкретного чиновника в том, что зарплата не сплачется, то для этого есть норма чиновного законодательства, которая предпочитает криминальную ответственность к чертову за то, что не платят зарплату. Горячая вода в столице появится в ближайшие две недели. Минфин и госказначейство уже перечислили почти 730 миллионов гривен на погашение задолженности перед «Нафтогазом». Об этом сообщается на странице Минфина в Фейсбуке. Между тем, подача горячей воды может быть восстановлена только после заключения мирового соглашения между Киевом и «Нафтогаз». 10 октября запланировано заседание хоссуда столицы, и именно там стороны должны прийти к соглашению о передаче долгов от «Киевэнерго» в «Киевтеплоэнерго». Из сегодняшнего дня полицейские начали тестировать специальные радары для измерения скорости. Называются они «Трукам». Приборы оснащены видеофиксацией и установят их на аварийно-опасных участках дороги. Как теперь будут вычислять нарушителей ПДД, давайте узнаем. С прошлой недели в Украине действует новая система штрафов для водителей. Наказывать обещают большими суммами, а доказывать причастность к нарушению с помощью специальных приборов. Теперь в руках патрульных «Трукамы» радары измерения скорости. Американское чудо техники в Украине применяют не впервые. Шесть лет назад радаром уже пользовались сотрудники ГАИ. Тех, кто гоняет на трассе, вычисляли легко с помощью лазерного луча. Прибор выявляет нарушителя в общем потоке машин на расстоянии 1200 метров. После проверки сертификации «Трукам» снова в руках украинских полицейских. Прицеливаетесь, фиксируете автомобиль, зажимаете лазерку и ведете автомобиль до характерного звука. Если все было порушение швидкостного режима, видеоматериал сохраняется на приводе. Привод имеет шифрование, видеоматериал не может. До следующего понедельника система работает в пилотном режиме, а значит пока без наказаний. Нарушителей только предупреждают. Если будут выполнять эти водители законы, то будет намного легче и двигаться по дорогам. И если бы еще были и дороги в належном состоянии, то было бы совсем комфортно и безопасно. Большинство радаров будет работать на междугородних трассах, в столице, на проспектах Бажана и Победы. В полицию утверждают, местонахождение Трукама не может определить ни один антирадар. Уже через неделю система должна заработать полноценно. Список трасс, где будет осуществляться контроль скоростного режима, есть в общем доступе на сайте нацполиции. Анастасия Старовой, Лариса Зубенко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Парламентский комитет рассмотрел сразу два представления о снятии неприкосновенности с нардепов от фракции «Оппозиционный блок» Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула. Обоих политиков подозревают в превышении служебных полномочий. Чем аргументирует генпрокуратура свои подозрения и какое решение вынес в кабинет, узнаем от Ксении Барвиненко. С 10 утра регламентный комитет рассматривает возможность снятия неприкосновенности с нардепа Дмитрия Колесникова. Генеральная прокуратура подозревает депутата в злоупотреблении служебным положением. Якобы в 2012 году, занимая должность председателя агентства госимущества, Колесников помог передать помещение научно-исследовательского комплекса в Днепре в частные руки. Керевник Держагентства, который не был повноважен подписывать выключение с перелеков целостного майного комплекса, потому что это компетенция его первого заступника, лично это сделал, порушившись свои посудовые обязательства. Мало того, подписывал в некоторые перелеки, без подписи даже директора. Мы считаем, что Верховная Рада сейчас должна снять недоторгальность и дать возможность работать безусловно с народным депутатом, который должен отвечать за действия на этой посаде. Сам же Нардеп утверждает, что предприятие в то время было убыточным, и руководство стремилось сдать помещение в аренду, чтобы погасить задолженность перед налоговой и пенсионным фондом. Я никаких действий с государственным имуществом не проводил. Статус государственного имущества не менялся. Оно как было государственным, так и осталось государственным. Я просто давал возможность предприятию, которое находилось на грани краха, взять и заработать какую-то лишнюю копейку. Для того, чтобы погасить налоговую задолженность, задолженность перед пенсионным фондом. Для того, чтобы что-то хотя бы попробовать модернизировать в материально-технической базе. Спустя час разговоров между Колесниковым и Луценко возникает словесная перепалка. Генеральный прокурор не сдерживает эмоций. Чтобы снизить градус дискуссии, вынужден вмешаться глава комитета. Я сказал про статус этого завода. Николай он не был ракетным и ничего не там не рабил. А чому он был в перелику тех, кто обеспечивает стратегическое значение? Да, ведь его сейчас нема. Вы его вывели из этого статуса. Он не есть стратегом. Переверите эту информацию. В 2012 году этот завод находился в списке стратегических объектов оборонного значения. И вы, получивая зарплату, вы вывели два корпуса, что позволило его снищить. Я прошу не кричать на вас. Я прошу не перебивать меня. Вы продолжите заседание. А вот такого базара тут не будет. После повторных выступлений Луценко и Колесникова, члены комитета рекомендуют Верховной Раде рассмотреть по существу представление на привлечение нардепа к уголовной ответственности. Сам Колесников считает такие действия ГПУ давлением на оппозицию и подготовкой к выборам. И обратите внимание, вносится поданя. Вносится поданя на моего коллегу и друга Александра Вилкула. Надуманное, пустое. Вносится на моего коллегу и друга Дунаева Сергея. Надуманное, пустое. Эта вся правоохранительная машина готовится к выборам. После перерыва члены регламентного комитета рассмотрели повторное представление генерального прокурора на снятие депутатской неприкосновенности с сопредседателя парламентской фракции оппозиционного блока Александра Вилкула. Во время заседания выяснилось, что прокуратура построила обвинения на законах, утративших силу еще в 2001 году. За 10 лет до того, когда ГПУ проверяла деятельность Александра Вилкула на посту главы Днепропетровской ОГА. В ГПУ же считают, что будучи губернатором области, Вилкул якобы передал государственную землю в частные руки. Хотя он сам заявил, что земли остались государственными, но сдавались в аренду и деньги шли в бюджет страны. Власть руками генеральной прокуратуры, генеральная прокуратура это только инструмент, хочет как-то задушить, задавить и убрать политика, которая не хочет с ними договариваться и плясать под их дудку. На моем примере они хотят очистить поле от оппозиционных политиков. И самое главное, земля как была государственной в 1999 году, как была она в 2011 году, так и сейчас в 2018 году она государственная. А прокуратура считает, что через 25 лет у колхоза появились какие-то правоприемники, о которых за 25 лет было ничего неизвестно. Этого нет ни в кадастрах, нигде. И отдать эту землю какому-то предприятию с уставным фондом 2000 гривен, с признаками банкротства. К тому же нардеп сомневается в том, что прокуратура законно получила какие-либо доказательства по этому делу. Адвокат Вилкула показал видео, на котором один из свидетелей заявляет о шантаже. У меня затремились в улице прокуратура и тросят в камеру. Я там совсем не топиться в грудь месяце. Я там находюсь сутки, потом мне предъявляют подозрение, что я нанес своими действиями в державе взбитки на 5 с лишним миллионов гривен. Ну и следы говорят, что это все, до вас вопрос никаких не будет, дайте показать Вилкула. Я говорю, а что я должен про него сказать? Ну, чтобы он вам телефонувал, погроживал извинениям с работой, если вы не принимаете это распоряжение по этой компании, значит, ну и погрозник такой. Я говорю, ну такого-то не было. Члены регламентного комитета получили официальные документы, что земля до сих пор находится в государственной собственности. Ее арендует Арджаникидзеевский горно-обогатительный комбинат. Еще в 1999 году Верховная Рада приняла решение о передаче этой земли в аренду ГОКУ. Аналогичный договор аренды был подготовлен и в 2011 году облгосадминистрации. В прокуратуре информацию пообещали проверить. В итоге регламентный комитет решил отдать иммунитет Александра Вилкула на откуп в Верховной Раде, чтобы все доказательства рассматривали непосредственно под куполом. Ксения Барвиненко, Юлия Ашешко, Владимир Самченко, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. Украинские предприниматели теперь смогут пользоваться услугами перевозки в грузовых вагонах через онлайн-аукционы системы Прозорро. Об этом сегодня сообщили в Укрозалезнице. Когда стартует этот проект в нашем материале. Заказать вагоны для перевозок украинские бизнесмены теперь смогут через интернет. Укрозалезница и система Прозорро подписали меморандум о продаже услуг по перевозке грузов через онлайн-аукционы. Уверяют, это поможет бороться с коррупцией на рынке перевозок. Повязано это было с дирегуляцией вагонной складовой тарифу. То есть мы начали сами установить цены на перевозки в собственных вагонах. Это могло услуговать тому, чтобы возникла разница между рынковой вартостью перевозок и той, которую Укрозалезница надавала свои услуги. Эта разница становилась 5, 7, 8 раз. Сдавать вагоны в аренду по рыночной цене компания ранее не могла. В итоге этим пользовались нечестные посредники. А на рынке перевозок постоянно был дефицит, говорит директор по экономике и финансам компании. В тот момент, когда наша послуга стояла 124 гривен, припустим, за вагон, то послуга на рынке уже коливалась в районе 700-800 гривен. Виникал дисбаланс, то есть выникал достаточно значный финансовый ресурс, который не поступал в Укрзалезнице, но тем не менее клиенты его платили. Это создало определенный коррупционный механизм, который мы на начале оценили в 4-5 миллиардов гривен. Мы их не поддерживали на протяжении достаточно долгого периода, пока мы не пришли к тому, что дирегулировали вагонную складовую. Пока что на аукционы будут выставлять 5% пустого парка вагонов. Это поможет определить рыночную цену. Но вот какой она будет, пока что в Прозоро говорить не берутся. Все решат аукционы. Мы постоянно слышим со своей стороны, что не хватает вагонов, люди не могут их найти и они готовы платить деньги, тариф больше, чем по которым дают залезницы. Таким образом залезницы пытаются решить проблему. Цена будет определяться на аукционе, в этом-то, собственно, вся и суть. То есть залезницы будут вначале какую-то часть вагонов выставлять на аукцион, а там дальше уже будет видно, какая есть реальная рыночная цена вагонов. Средства, полученные с аукционов, будут использовать для модернизации и закупки нового подвижного состава, в том числе и пассажирских вагонов. Пилотный проект должен заработать уже со следующего месяца. Компании уверены, сотрудничество с Прозоро поможет бороться с коррупционерами на рынке перевозок и создаст благоприятные условия ведения бизнеса для предпринимателей. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. В ЕС шокированы убийством болгарской журналистки и требуют найти виновных. Тело 30-летней Виктории Мариновой, которая расследовала хищение денег ЕС, нашли в это воскресенье. Все детали узнаем от Елены Абрамович. Шок. Еще одна смелая журналистка погибла в борьбе за истину и против коррупции. Так отреагировал в соцсетях на новости из Болгарии вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. А в стенах самого института выразили соболезнования семье погибшей и призвали найти виновных. Мы сочувствуем ее семье и друзьям. Еврокомиссия ожидает быстрого и тщательного расследования, которое привлечет к ответственности виновных и прояснит, было ли это нападение связано с ее работой. 30-летняя Виктория Маринова расследовала скандал вокруг хищения средств из фондов Европейского Союза. Дело должны были передать дальше в управление ЕС по вопросам предовращения злоупотреблений и мошенничества. Согласно публикациям погибшей, к махинациям может быть причастно высшее руководство Болгарии, в том числе и премьер-министр. Тело журналистки нашли в зеленой зоне вблизи Дуная. Смерть наступила в результате удара по голове и удушения. На момент обнаружения тела отсутствовали мобильный телефон, ключи от машины, очки и одежда Мариновой. Эти вещи пока не найдены. Это уже третий за год убийства журналистов-антикоррупционеров в странах Евросоюза. В октябре прошлого года на Мальте убили Дафне Галисию. В феврале в Словакии Яна Кусяка с невестой. После чего по стране прокатились масштабные протесты, которые привели к отставке словацкого правительства. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Служебная документация военной прокуратуры на свалке. Бумаги на окраине Николаева случайно нашли местные жители. Они же сообщили об этом военным и журналистам. Но как только в теме начали разбираться СМИ, на полигоне неожиданно произошел пожар. Кто и почему уничтожил доказательства, разбиралась Марина Михайловская. Кирпичи, арматура, сантехника и документы. Когда-то здесь был песчаный карьер. Но вот уже пять лет стихийная свалка. Жители частного сектора Николаева борются с несанкционированным сбросом отходов. Несколько дней назад Руслан заметил машину с военными номерами, выгружавшую строительный мусор. Сосед пришел, говорит, там куча ламп дневного света. Они же содержат ртуть, сульфид ртути, которая загрузняется на окружающую среду. Их нужно утилизировать. Есть фирма в городе, которая занимается этим. И я говорю, ну поехали, соберем эти лампы, да я их хоть отвезу на утилизацию. Ну заплачу уже из своих. Собирая лампы, мужчина обнаружил и служебную документацию Николаевского гарнизона военной прокуратуры Южного региона. Стопку разобрали, сфотографировали и вернули на место. О факте несанкционированного выброса мусора сообщили в полицию. Документы лежал пакет вот прямо вот здесь. Завязанный. Хозяйственный пакет полиэтиленовый с какого-то супермаркета. Я его даже не разрывал, я просто вытащил сверху эти документы. Ну там можно было вытащить. Посмотрел внизу подпись военная прокуратура, понял сразу, что такие документы нужно не сжигать, то есть не выбрасывать, а как-то утилизировать. По странному стечению обстоятельств, именно в тот день, когда фото с документами опубликовали местные СМИ, свалка загорелась. Военной прокуратуре подтвердили, документация действительно принадлежит им. Будь-якой втраты службовой документации немае, будь-якой проблематики немае. Это чернетки минулых роков. Только вот почему документы оказались со строительным мусором на несанкционированной свалке. Кто их туда отвез и почему они сгорели сегодня, военной прокуратуре объяснить так и не смогли. Это уже не первый подобный случай в Николаеве. Почти полгода назад в соседнем микрорайоне люди нашли бумаги с персональными данными служащих местной воинской части. Марина Михайловская, Алексей Уманский, подробности, телеканал Интер, Николаев. Ким идет на уступки. Северная Корея в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео согласилась на беспрецедентные шаги. Чем именно пожертвуют Пхеньян и чего хочет взамен, узнаем от Дмитрия Нопченко. Этот визит откладывался еще с лета, но результаты показали, подождать все-таки стоило. То, о чем сейчас договорились в Пхеньяне, без преувеличения можно назвать прорывом. Северная Корея заявила о готовности допустить инспекторов на полигон по испытанию ракетных двигателей и на демонтаж крупнейшего в стране ядерного объекта. А еще предложила план по ликвидации своих межконтинентальных баллистических ракет. Штаты озвучили уступки, на которые готов Вашингтон. Принять декларацию об окончании войны, поскольку формально две страны еще в состоянии войны, и открыть так называемое координационное бюро в Пхеньяне. Это еще не посольство, но хотя бы первый шаг для его создания. Показательно, что ответные шаги Америки обсуждались сейчас впервые. Изначально Дональд Трамп потребовал от Хима пойти на уступки первым, безо всяких предварительных условий. Мол, лишь когда он увидит, что северокорейский диктатор настроен серьезно, тогда и озвучит, в каких вопросах Вашингтон готов смягчить позицию. И вот сейчас, убедившись, что Пхеньян действительно не подведет, что он совершает реальные действия, Вашингтон озвучивает список своих уступок и заявляет о намерении провести вторую встречу тет-а-тет. Конкретную дату и место таких переговоров на высшем уровне Помпео как раз и обсуждал в Пхеньяне. Выбор пока не разглашают, но понятно, что Трамп попытается провести саммит как можно скорее. Желательно до предстоящих в ноябре выборов в Конгресс. Ведь каждая внешнеполитическая победа лишь добавляет его партии очков. И есть за что. Ведь если отбросить политику, стоит признать, в момент наиболее острого противостояния с КНДР мир действительно был на грани новой войны. И разрядка напряженности, о которой лично Трамп смог договориться в Сингапуре, дает надежду, что хотя бы одной горячей точкой теперь станет меньше. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Шотландия бунтует. Этот регион не хочет выходить из Евросоюза, но вынужден вместе с остальной Британией. Поэтому там все громче звучат призывы к независимости и отделению от королевства. Чего хотят шотландцы? В материале нашего британского корреспондента Светлана Чернецкая. Под традиционную музыку волынок с национальными флагами в руках. Десятки тысяч шотландцев вышли на центральные улицы Эдинбурга. Они требуют независимости от Великобритании. Движение за независимость только разрастается. И чем ближе день Брекзита, тем больше людей готовы голосовать за независимость Шотландии. Выход Великобритании из Евросоюза однозначно подливает масло в огонь национализма. На референдуме два года назад Шотландия проголосовала против Брекзита и оказалась в меньшинстве. Так что теперь шотландцы вынуждены принудительно вместе с остальной страной покинуть ЕС. Люди, которые говорят, что мы против Англии, глубоко ошибаются. Я сам англичанин, но я за независимость Шотландии. Дело не в национальностях, а в том, что Шотландия заслуживает сама управлять своими делами. Впрочем, правительство Шотландии не спешит организовывать референдум о независимости. Четыре года назад такое голосование провалилось. 55% жителей выступили против отделения от остальной Британии. Ряд опросов показывает, что люди все больше поддерживают идею независимости. Впрочем, очень важно дождаться правильного времени. Это в наших интересах, ведь мы хотим получить положительный результат. Но это также проявление уважения к людям, поскольку им придется принимать очень важное решение. Глава правительства Шотландии сообщила, с экономической точки зрения, Шотландии лучше в европейской семье. И очень вероятно, что если Великобритания все же выйдет из Евросоюза, Шотландия, в свою очередь, отделится от Британии и присоединится к Европе. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин, подробности, Британское бюро, телеканала Интер. Почему даже собаки в Великобритании против Брекзита? Каким новым достижением может похвастаться Илон Маск? И кому в этом году досталась Нобелевская премия по экономике? Обо всем этом прямо сейчас. Всеми четырьмя против Брекзита. Под таким лозунгом около тысячи лондонцев вышли на улицы со своими собаками. Некоторые песики прогуливались в костюмах с европейской символикой. Их хозяева требовали провести повторный референдум по вопросу выхода из ЕС. Ведь Брексит скажется и на домашних питомцах. С ними будет труднее путешествовать в Европу, а корм для домашних животных подорожает. Крупнейший в мире оптовый рыбный рынок переезжает из центральной части Токио на окраину города. Ежедневно его посещали десятки тысяч людей со всего мира. Переместить его местные власти решили из-за подготовки к Олимпийским играм 2020 года. На его месте на время соревнований разместят парковку. Ракета компании SpaceX впервые приземлилась на западном берегу Соединенных Штатов. Ранее Falcon садилась только на площадку в штате Флорида, на востоке страны. На этот раз стартовала с базы ВВС США в Ванденберге. Через 8 минут успешно приземлилась. Запуск в ночном небе могли наблюдать жители Калифорнии. Ракета вышла из тени земли и лучи солнца осветили хвост от выхлопных газов за ней, создав так называемый эффект медузы. Референдум о запрете однополых браков в Румынии провалился из-за слишком низкой явки. Сейчас в Конституции страны брак определяется как союз между супругами. На референдум же вынесли вопрос об изменении формулировки на союз между мужчиной и женщиной. Если бы румыны поддержали такое предложение, это закрыло бы путь к легализации однополых браков. Последнюю Нобелевскую награду в этом году, премию по экономике, получили американские ученые Уильям Нордхаус и Пол Ромер. Нордхаус разработал экономические методы исследования климатических изменений. Ромер излучал влияние технологических инноваций на экономику. Церемония награждения всех лауреатов состоится 10 декабря в Стокгольме и Осло. Это все новости на сегодня. Удачной нам всем недели. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok